здравствуйте с вами Алла Дворецкова и вы смотрите программу о мелочах из жизни и сегодня наша тема многодетности у меня в гостях трижды мамочка Ольга Коннова и четырежды мамочка Лиля Евплова ну что девочки я надеюсь у нас получится очень интересная беседа с вами мы будем стараться вы знаете вот с первым ребенком мне казалось что мне не хватает времени ни на что 24 часа были посвящены моему первому сыну со вторым ребенком было все намного проще я все успевала одна сама мне не нужны были помощники хватало времени на себя на хобби на работу в общем было все здорово вот скажите прослеживается ли у вас такая тенденция как с каждым ребенком в этом плане но я с тобой абсолютно соглашусь потому что когда у меня был один ребенок я ничего не успевала но я гладила пеленки с двух сторон я замеряла ему температуру каждый час буквально то есть было очень много дела и ты была вся в нем со вторым ребенком уже и отошла от этих правил ну а про третий вот анекдот да есть есть третий ребенок кота это проблем кота ну вот у нас примерно лили у меня после рождения первого ребенка была небольшая депрессия я просто это очень хорошо запомнила потому что резко у тебя просто ты не принадлежишь себе становишься и вот из-за этого у меня была небольшая депрессия я поняла что все я не могу пойти туда когда я хоть куда я хочу настолько насколько я хочу всегда нужно кого-то отпрашиваться у мужа у мамы то есть нужно организовывать очень хорошо свое время со вторым ребенком у меня было вообще все просто мне кажется самый простой это был второй ребенок третий ребенок но немножечко посложнее было потому что уже два маленьких ребенка а с четвертым ребенком но не знаю вообще как-то незаметно все прошло а как же получается вы организовываете свое время кому-то нужно садик кому-то нам в школу кто-то еще дома как у меня муж помогает мне вот больше всех муж помогает он отвозит детей в них привозят если куда-то нужно съездить это тоже только муж родители мне помогают где-то раз в неделю потому что они все работают выходные а не они есть нет ни олег у меня тоже нет ни они у меня тоже сюда мощные подмоги вот кстати давайте сразу а мужа тогда раз вы заговорили какая роль отведена вашей семье папе конечно добытчик а вот воспитание детей какое участие принимает или может быть он целыми днями только и зарабатывать для того чтобы вас содержать что уже воспитание так несколько хромает но у нас были разные периоды жизни то есть был такой определенный период когда становление мужа в работе был активный я вот с первым ребенком увидела очень мало например и это прям была грусть печаль тоска потому что было очень тяжело когда он там уходил в 7 утра приходил там в 9 вечера вот но этот период просто надо было пережить вот и однажды он просто сам не сказал что я хочу больше видеть своих детей я буду распределять время таким образом чтобы у меня меня хватало на всех потому что как мы понимаем дети растут очень быстро и когда ты однажды смотришь что ой а он уже там и переворачивается благо первые шаги были при обоих одну действительно быть дети быстро то есть такие очень важные моменты папы все-таки не упускает первое слово первые шаги то есть они присутствуют в этом у нас похоже была ситуация тоже сначала по найму работал когда у нас был первый ребенок а потом мы ушли в свободное плавание то есть уже занялись там предпринимательством и уже такой был свободный график то есть хотим там не пошли на работу то есть вот так и это проще конечно плане то есть все счастливы вы мне скажите тогда вот сколько нужно зарабатывать чтобы содержать столько детей прямо конкретно в цепи я могу сказать сколько платит государство перейдем попозже наверное даже есть специальный вопрос от подписчиков а вот ваши статьи расходов же есть наверное примерно сколько ну на продукты не знаю от 15 точно уходит в месяц потому что я одежда понимаешь а у меня три мальчика вот и у меня наследственность как бы идет 3 час носит за первым уже не обижается так а различные развивательные центры и прочее садик и секции у нас садик то есть сервис не посещает секции секции и некоторые есть муниципальные которых вполне нормальная цена в месяц там грубо говоря 500 600 рублей в месяц ты платишь значит вывод такой девочки можно рожать денег не очень много все по силам до нужно никуда не ходят к папе в секции муж переквалифицировался в тренера вот он понял что свой призвание еще одна возможность чтобы дети чаще виделись с папой и дети ходят просто к нему тренировать свои потребности под свои возможности всегда можно все организовать понимаешь если у тебя запрос там ходить я не знаю на 35 секций то конечно ты подумаешь что посчитаешь ой нет ни на чем не хватит а если ты понимаешь что тебе ребенок нужен не для того чтобы его водить на 50 секций чтобы он был 5 7 5 его лбу да он и без этого станет на самом деле с ним заниматься понятно меня еще интересует такой вопрос еда я не очень люблю готовить но конечно же приходится делать каждый день сколько времени вы проводите на кухне у вас общий стол или у всех разные предпочтения как вы с этим справляетесь давай я начну я вообще тоже готовить не очень люблю и мои любимые блюда это с утра каша я могу там сварить на молоке сладкую не сладко мультиварки нет мультиварки это очень удобно можно сночь даже очень упрощает я практически все готово мне по секрету вам скажу до сих пор нет духовки в новой квартире потому что я все делаю в мультиварке вот я духовкой просто пользуюсь тоже люблю в духовке готовить чтобы не следить чтобы не подгорело потом обязательно я суп варю суп это у нас тоже в обед все едят суп и еще кстати дети становятся не как сказать не капризные да они привредливы не капризные то есть что-то приготовила они то и будут есть но естественно что я не буду там готовить то что они не любят ну я сама не люблю еда это моя любимая тема я вообще адепт здорового образа жизни и моя фишка в том что я готовлю по правильному питанию вкусно полезно и быстро то есть я могу весь праздничный стол накрыть за полтора-два часа приход до прихода гостей то есть не грубо говоря мама в четыре часа дня звонит говорит ну что мы там 6 будем у меня еще ничего не по 6 они приходят на нас уже полный стол девочки девочки смотрите раньше в детстве мы с братом постоянно мучили маму вопросом а кого ты больше любишь нам мама всегда говорила вот один палец порежь вот второй палец порежь одинаково больно будет одинаково люблю но вот скажите мне честно одинаково любовь одинаково ли любовь ваша к детям или все-таки она трансформируется со временем и чувство разное нет я могу до себя сказать что у меня абсолютно одинаковая любовь и я каждому ребенку каждый день несколько раз подойду обниму скажу что я тебя люблю и они я вот уверена что они твердо знают что мама меня любит потому что они говорят маму ты меня любишь да ну прям это чувствуется сразу я когда вторым забеременела я думал как же я буду второго любить вот я живот первого так сильно люблю неужели я вот вот этого ребенка тоже так же полюблю полюбила и также и третьего и четвертого и любовь она множится вот что интересно я думаю ну как мне будет хватать ну вот он же такой еще маленький да вот мека например 2 появился не а старшим было три года но он же маленький он очень такой самостоятельный а на самом деле 2 родился и времени стало больше и тебя стало больше и любви стало больше как-то удивительно и совсем нет такого что ваш допустим 2 3 4 ребенок еще такой маленький вы же больше отдаете ему тепла ему нужно больше внимания то есть нет этого момента конечно все одинаково есть но одинаково мне кажется все равно не получится у меня например старший он уже такой самостоятельный парень ему уже девять лет он школу ходит сам туда ходит приходит со школы старшим больше достается старше нет он он мой помощник он получает много похвалы за это то что мне помогает он я могу не ходить в магазин то есть я скажу игорь сходи в магазин там туда сходим он сидит с ребенком то что через 9 лет ему до ревность ревность есть кстати нет детей у нас не было вот я не знаю на самом деле вот меня часто спрашивают но у меня настолько у среднего старшего любовь к младшему брату они постоянно рядом с ним вьются вот даже до смешного они играли в пистолеты матча лежит рядом в ад сбегал принес ему рядом положу саша это тебе то же самое кстати они горят как нам повезло что у нас появилась дашь нот последний девочку даже мы назвали они как нам повезло в жизни очень рады все прямо целуют ее и даже маленький он не ревнует он просто к ней лезет и и пытается там обнять поцеловать на девочки вы очень счастливы мамочки я хочу вам сказать если у вас таких тем не возникает потому что даже мои подписчики меня очень часто спрашивают как если вот эта ревность что я делаю чтобы ее не было это частые проблемы кстати во многих семьях вы молодцы а муж муж не ревнует вас к детям вообще мне кажется вообще такого вопроса не может возникать потому что муж отдельно как мы хотели день дети отдельно вообще понятно а вот еще может быть такой вопрос раздражает ли ваш вас ваши дети то есть бывают такие моменты что они вас раздражают что-то они делают такое что мне кажется мы бы наверное были вообще прям идеальны как вот прям с обложки на таких не бывает все мамы тем более когда у тебя там трое или четверо детей бывают периоды на которые невозможно быть готовим к всем ситуациям элементарно мама может уставать да просто надо уметь себя в нужный момент остановить и контролировать какие советы вы можете дать что вы лично делаете там считаете до десяти как вы с этим боретесь с раздражением если я расскажу свою фишку пока я подслушал вот одного психолога и вообще постоянно читаю вот на эту тему раньше читала все по самосовершенствованию сейчас читаю про воспитание детей и однажды вот очень умный совет сказали что когда вот вы в период такого раздражения пика вот хочется прямо закричать вы как бы делаете стоп паузу сейчас я приду убегаете бежите к зеркалу смотрите на себя на себя как бы на свои эмоции да и медленно дышите и и считаете до десяти вот как бы это мы же просто не можем остановиться в нужный момент и идет по накатной а потом жалеешь за свои слова тут убежала и вернулась уже продышавшиеся спокойно я примерно точно так же делаю я просто переключаюсь либо я тоже ухожу в комнату где я одна закрываясь ненадолго и как-то это все проходит а я вот тоже такой совет свой могла рассказать когда у меня есть вот эта нотка раздражения и когда мне легче всего надавить может быть как-то повысить голос в этот момент я просто себя принуждаю обнять ребенка и через вот любовь и ласку просто нормально попросить допустим и это очень здорово работает сразу же от ребенка идет вот такая же обратная реакция а если в этот момент не сдержаться то есть мы обратно получим то же самое кстати ты со взрослыми тоже работаю наверное артистические способности просто мне это позволяет сделать но это нужно вырабатывать это действительно очень часто выручает вот скажите мне как вы относитесь к девушкам женщинам которые делают аборты если у вас какая-то твердой позиции на это счет лояльны вы как ну это и и дело если вы очень так лояльно нет вот этого внутреннего суждения как так можно но у всех разные ситуации бывают смотря какая ситуация если как бы это прихоть просто потому что не хочется сейчас а хотя там есть муж ну тогда может быть да в душе я могу осуждать но я понимаю что это вообще все равно не мое дело так это и более согласна или вообще ну как бы одна из заповедей не суди да ты никогда не знаешь что стоит за причиной этого в жизни человека может что происходит но если это действительно прихоть и как там я не знаю хватит ли мне денег а может быть сейчас не время карьеру по это самая муризмная это вообще конечно это я часто слышала такое я не я это просто не понимаю как как мама лучше этого не делать особенно если возраст еще молодой многие боятся поэтому не бойтесь как говорится бог даст все будет будет ребенок у вас будет все и также и работа и любимый человек потому что ноги боятся как же они ну как бог дает детей бог на даст и на детей на ждаст сила а как относитесь к женщин с позиции чайдфрии которые не хотят иметь детей я сейчас не с такими женщинами не сталкивалась я не знаю вообще как как это может быть я даже не представляю что это за человек который может кстати я помню писала пост на эту тему я тоже пыталась помнить если у меня такие в окружении и не нашла таких может быть это больше может они скрывают больше мегаполисов таких на самом деле но там да там тоже было вот я брала информацию там было сказано что в европе таких многом не в россии девочки влияет ли количество детей на интимную жизнь она страдает кто первый давай я скажу ну конечно влияет я не буду скрывать естественно у тебя меньше времени ты меньше спишь у нас вообще сейчас иногда спит с нами ребенок то есть он полночь спит в кровати а потом она начинает нервничать плакать и просто между нами кладу все это надо планировать вот что к чему мы пришли планировать да и как-то это я согласна что это это такая же неотъемлемая часть нашей жизни как и все остальное и ей естественно будет надо уделять внимание и это касается не только времени но и после родового восстановления до женщины должна в первую очередь сама на себя взяться до чтобы там разные физиологические процессы происходит нашим организм поэтому но все можно восстановить можно и на своем примере двухкратном я могу сказать что многое зависит от нашей психологии потому что с первым ребенком я настолько погрузилась вот в этом мамство и у меня эта часть сразу скажу страдала было не до этого я была вся погружена в ребенка со вторым ребенком вы не представляете у меня был такой всплеск эмоций и и это не наиграешь это либо есть либо нет то есть мне кажется у нас эта часть вообще не страдала со вторым ребенком то есть у нас не было такого что вот спит с нами времени хватает желания нет ну соответственно конечно после родовый период был выдержан а так но это вот в том числе когда спрашивала как муж иногда просто женщина настолько уходит в ребенку на сто процентов как бы поглощена в него и поэтому в том числе муж начинает ревновать а почему как бы был он а тут появился новый человек и и про про мужа совсем забыли вот так вот сколько раз в неделю должен быть секс ну раз в неделю хотя бы хотя минимум раз в неделю 23 девочки в общем не бойтесь все зависит от вас и если что все в порядке в этом плане ловлю ловлю на слой вас а когда последний раз был вчера а у меня еще полтора месяца всего прошла с рода точно точно все ясно было скажите в чем вы ходите дома позволяете ли вы себе бигуди различные маски огурцы на лице или вы всегда сохраняете какую-то тайну все-таки у вас уже очень долгосрочный брак ну ты прям по адресу потому что я же веду курсы для девушек я в первую очередь говорю что вы большую часть времени находитесь дома и когда например она даже если не мама она на работе красивая вечером пришла отделка курица растянутые лосинки до сделала вот здесь вот гульку и пошла такая привет милый вот но в первую очередь вы для кого старайтесь для мужа перед ним надо быть красивым поэтому всегда самое красивое и нижнее белье красивые пижамы и отдельные комплекты для дома то есть ты себе гульку не позволяешь у меня красивая гульку и огурцы на лице не позволяет ни разу тебя муж маски не видел а с бигудями а и главе не делал меня волнестые волосы повезло лилия я наверное не так все правильно делаю как оля у меня бывает 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 да девочки даже у меня бывает вот сейчас со вторым мужем после года совместной жизни если бы раньше я мне бы кто-то сказал что я могу предстать в нем не такой красивый всегда уложенный ухоженный я бы не поверила если честно потому что все равно я за этим следила каждый день но я вот позволяю себе такие слабые но но в меру потому что естественность она все равно должна приветствоваться самое главное чтобы были чистые волосы чтобы вы были опрятны чтобы не было такого когда муж приходит а вы заляпанной уже такой домашний растянутой одежде да да все должно быть все должно быть у нас согласно да надо себя контролировать так вот у меня еще здесь интересный вопрос от моих подписчиков цитирую интересно какую соцпомощь получают многодетные семьи от государства и какие у них привилегии с новым статусом многодетным потому что я встала многодетный три месяца назад и если честно я толком еще не узнавал даже про все льготы знаю только урывками что 50 процентов за садиков идет возврат и вроде бы за жг х тоже но подробнее наверное давай я же 30 по моему или 50 все таки там смотря за какого ребенка в общем сначала нужно получить сертификат многодетные они сертификата удоверение вот этот до многодетная семья с ним уже самое что интересное вот мне понравилось это 50 процентов компенсации за газ свет электроэнергию а с четвертым ребенком 60 процентов в этом что еще интересного выплаты 9800 до 3 лет платят за третьего и за четвертого ребенка это в нашем регионе мульяновском да в москве я же на москве ты уже подала до документ на другом кстати все практически подается в мфс да и там многодетные без очереди обслуживаются кстати там это нигде не написано нужно подойти к в общем сказать что я многодетные и тебя тогда проведут без очереди а вот больницы вы без очереди посещать вообще положено без очереди но если честно я я даже представляю как это будет потому что я еще когда не была многодетной сидит несколько мам много вам скажем уж так в муниципальных клиниках много мам большая очередь и там вот значит я многодетная и еще парочка я тоже многодетная и вот в общем между многодетными и причем весьма некрасивых формах даже иногда возникают эти стачки я поэтому еще не пробовал не знаю сейчас по записи все поэтому сейчас легче в больнице как легче кто по записи там же если ты без записи а вы знали а вы знали что до трех лет вам полагается бесплатное лечение детям то есть у педиатра выписывается специальные специальные рецепты и вы идете уже в государственной аптеке и можете вот про это я тоже узнала я недавно тоже про это узнала и почему-то педиатры про это молчат они все молчат у меня даже есть очень интересный случай и от которого я в это все узнала что мамочка потребовав вот этот рецепт на бесплатное лечение получил отказ от педиатра и пока это мамочка не позвонила в министерство и через два часа все-таки со скандалом педиатр привезла этот рецепт ей на дом то есть представляете такие случаи даже на самом деле вот самое плохое то что невозможно в одном месте узнать вообще все что тебе полагается мы даже с мужем решили сделать все так вот все красиво написали письмо губернатору чтобы нам расписали вообще все льготы все выплаты которые до нам прислали вообще-то нам прислали то что я могу взять кредит на открытие своего бизнеса и вот это ну вообще что-то не в тему или вышли мне что там вы еще я просто сейчас не собираюсь работать пока поэтому я это я даже не знаю где-то лежит до проблема в том что у нас население не не обладает информацией да на что же оно имеет право и даже если мы имеем на на что-то право то мы не можем порой это реализовать не знаю как будто жалко а кстати у многодетных мамочек до шести лет возраст поднимается я даже буквально вчера на бесплатное лечение вот имейте ввиду если еще там много есть всяких фишек типа там отдохнуть в санаторий компенсации раз два года потом дети бесплатно в лагерь это 1 апреля нужно вставать мы уже профукали это время кстати там еще есть места но еще вам полагаются выплаты на день семьи и еще по моему какой-то конечно пыталась все это найти в интернете почитать но лучше все это тоже еще проверить а вот скажите сертификат семья для тех кто не знает это такая социальная поддержка семьям выдается 50 тысяч рублей на второго ребенка это действует по ульяновской области вчера только туда звонила кстати должны были изменить как упростить как можно тратить этот сертификат но к сожалению ничего не изменилось на второго ребенка 50 тысяч дается на третьего 100 тысяч на четвертого 150 за них никак его не реализовать поподробнее мне рассказать до трех лет можно тратить на медицинские услуги платные но только те которые не входят вот которые по полюсу бесплатно предоставлять то есть пломбу ты не можешь компенсировать я знаю некоторые только это единственный случай который я знаю зафиксирован у нас в ульяновской области остальные все мои знакомые в том числе и я никак не получается ближайшие можно потратить на английский язык можно пойти на платную школу я не буду говорить название школу но они есть вот которые с лицензии и которые договор составляет с ребенком вот там можно тоже компенсировать возвращается вообще все выбор шайзу на 50 процентов только можно без разницы бреки ты там не бреки ты только 50 процентов то есть начало заняться чуть-чуть возвращаться правильно даже не сразу ты за год подаешь и тебе эта сумма возвращается нужно подавать меньше чем за год потому что если это будет больше чем год все уже как бы там сгора и возможно не знаю чем нужно пить очень постараться чтобы все-таки получить как-то активировать это возможно каждый год вносится изменение насколько я знаю возможно все таки в этом году не будет так девочки если бы у вас была возможность выступить законодательной инициативой к нашей власти для поддержки многодетных семей вот чтобы вы во первых увеличить выплаты чтобы давали не сертификатом а наличкой например там не знаю проверили в ежемесячные выплаты или вот за одного ребенка чтобы допустим давали именно денежную да но я думаю что лучше ежемесячные выплаты потому что если будет это единовременная сумма можно и так и так а разве нет ежемесячных выплат у вас есть но смысле чтобы они были такие нормальные чтобы можно было жить но сколько сколько вы хотите ежемесячные хотя до трех лет ежемесячные вот сколько чтобы можно было прожить вот например что два часа ты могла и ребенка не знаю там накормить чтобы там с голоду не умереть если что-то случится с мужем 20000 30 если только на продукты уходят 1020 то как тут наверно побольше как-то 1040 хотя бы в общем все таки хотелось бы чтобы здесь нужно было поражить да понятно ну и плюс хорошо бы например хотя бы на медицинские услуги чтобы можно было реализовывать я не знаю даже заключить договора с платными клиниками потому что дети маленькие часто болеют это факт чтобы как специалисты например за возмещение какое-то было чтобы западе живем или все отдых что был не раз в два года компенсация каждый год ну тоже это вот почему и раз в два года только непонятно нет люди устают девочки когда я взяла первого ребенка я гордо ходила со статусом молодая мама и буквально у меня гордое лицо было когда я выгуливала своего ребеночка в коляске вот как у вас когда у вас уже статус многодетная мама утрируется ли у вас это чувство допустим 1 2 ребенка это что вот когда 3 а вот когда 4 ого как вы себя чувствуете на прогулке есть такая гордость я наоборот не очень люблю когда начинает увы во что 4 и начинает вот ну я не знаю как-то этапа сюда с немножко вот этих возгласов там комплиментов да ну да как-то это не хочется ну то есть у вас нету и вас просто есть наверное какая-то внутренняя гордость да но вы это никак не афишируйте я по себе скажу меня например удивляет вообще когда люди широко открывать глаза это все ваши но для меня изначально вопрос про то что ты многодетная мама три ребенка я не считаю что это многодетная мама это норм нормально детная мама потому что как бы раньше почему-то рожали по 4 5 детей потом пришел период например там у меня половина одноклассников были единственной семье там у меня два человека в семье да я наоборот хочу чтобы вернулась эта тенденция когда ты идешь в окружении детей это нормально чтобы люди не делали глаза такие и очень ну как бы я сталкивалась сама лично не сталкивается но я знаю что некоторые даже сталкиваются с негативом что что-то на рожали там заняться им больше нечего вам детей рожали есть такой момент что типа совсем куда страницами ведь верно ли что с каждым рожденным ребенком вы открываете себя заново по-новому возможно какой-то потенциал вас раскрывается у меня такое было с первым ребенком как раз у меня родился мой youtube канал который действует по сей день со вторым ребенком я поняла что я могу еще быть очень организованной ответственной что ранее во мне не присутствовала то есть я выработала в это это в себе как у вас мне абсолютно так мне каждый новый ребенок это новый проект действительно проходит определенный период времени примерно полгода после рождения и открываются дополнительные какие-то чакры вторых дыханий и начинается фонтанировать идеи которые сразу хочется реализовать и сил больше действительно это так то есть творческий аспект получает творческий тире бизнес аспект у меня тоже самое после первого ребенка я открыл в себе такие качества которые я вообще не думала что когда-нибудь я смогу вот это вот сделать это все благодаря не знаю может быть материнство ответственности вот этой вот открывшись новую силу и супер девушки рожать и раскрывать в себе творческих потенциал вы просто сами не знаете на что вы способны а вот если мы сейчас представим такую ситуацию неважно были разлюбили вашего мужа он вас вот вы остались одни со своими детьми и вот каковы ваши мысли боязнь страх как их содержать а нужны ли вы с таким прицепом как я очень часто слышала в свой адрес от своих подписчиков после моего первого развода то есть у нас же много девушек в этом статусе я очень много каждый день получаю вопросы на эту тему а как же как же найти заново любовь как жить и прочее вот вас пугают такие мысли мужчины выбирает не детей я женщину и он ее любит как бы не не детей а ее любит и без разницы сколько у нее детей есть они же вырастают и должна быть в первую очередь интересна самой себе и иметь дополнительные как бы не источники дохода а дела которым ты увлечена потому что когда ты человек увлеченный любящий себя в первую очередь это никогда не пропадешь как говорится муж приходит и уходит всегда с вами вас всегда должна быть какая-то опора под ногами чтобы не было такой ситуации что вот мы уже нет алиментов нет и как жить дальше ну не будем о грустном чтобы эмоциональный заряд был если он будет если будет вот эта энергия изнутри от женщины поэтому неважно будет она с мужем или без она все равно будет счастлива самое главное чтобы женщина была самодостаточна как единица и это не из внешней где-то изнутри счастье а все ли беременности были у вас запланированы или получалось так спонтанно я хотела чтобы у меня разница была между детьми маленькая но кто-то скажет что ты не маленькая там 3-4 года но у меня на примере со старшей сестрой между нами разница 7 лет и это реально пропасть это огромная разница и когда я думала что я хочу чтобы у меня дети были ну как бы все вот примерно через небольшую ступень друг от друга ну в общем да у всех ровно три года разница четверых но у нас это не совсем запланированная получалось то есть мы в принципе хотели детей но как-то специально это не старались не скос над сколькими не старались то есть старались получается над первым или наоборот над каким-то там третьим вот честно все так получалось все спонтанно не то что мы хотели детей но вот конкретно что вот мы сейчас будем делать ребенка такого не было супер это здорово планировать планировать и еще самый частый вопрос когда маленькому считаванную полтора до другое три планируете и все но я буду рада я люблю детей и я уверен что наш семья деткам будет хорошо но у меня просто было четыре кесаревых сечения и не как бы уже по медицинским показаниям сказать что опасно но может уже просто как бы вообще понятно она сказала что надо тебе сначала своих вырастить детей пока не планирую но вот я после второго я уже выходя из роддома хотела поскорее туда вернуться потому что я была вот на этой волне какого-то счастья я буквы я бы я была через полгода на хранит туда вернуться у меня по ощущениям вот было так сейчас в принципе я тоже не прочь детей было бы здорово наверное дети это хорошо это конец и жизни девочки вот чтобы вы посоветовали нашим зрителям может быть какие-то советы нашим девушкам и мужчинам конечно же но девочкам но не бояться если вы забеременели не бояться детей не бояться неизвестности все будет хорошо если будет позитивный настрой абсолютно не бояться делать первые шаги проходить этот опыт потому что на него это как я с ним буду да вот так тяжело я не буду высыпаться все это проходит все это забывается но плотова и вашей любви которые увидите каждый день но это ни с чем не сравнимое ощущение поэтому девочки нас уже практически нет час что же делают сейчас наши дети вот и я допустим скоро уже за старшим ребенком школу что вы сейчас будете после этой передачи я сейчас позвоню мужу скажу приезжать за мной он как раз с маленькой сейчас гуляет старший у меня наверное меня потерял он мне обычно звонит и говорит что я вышел из школы сейчас приеду вот остальные в садике у меня старшие дети садики а младше сейчас с мужем который меня ждет в общем все все мы конечно сейчас вернемся к нашим любимым деткам с вами была программа о мелочах из жизни я надеюсь что вам было интересно в нашей кампании и смотрите наш следующий выпуск не менее интересной разводы если жизнь после разводов и какая она смотрите нас на у правда точка ром пока пока но будет но но у это ctar м о о ada о о о о Субтитры создавал DimaTorzok